Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Каждый день выкладываю по несколько видосов разной тематике. Это новости, это обзоры всех товаров в магазине, это обязательно заценки всей техники, которая выходит на продажу или иным способом появляется в игре. Также публикую информацию о том, что нас ждет в будущем, поэтому если вы за свои временные новости и своевременные анонсы, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а в этом видео мы посмотрим на то, как открывались британские контейнеры. Британские контейнеры появились сегодня на продаже и благодаря Тимуру, Тимур, спасибо тебе большое за присланное мне видео, мы посмотрим, что из этих контейнеров можно достать. Скажу откровенно, я видел, что выпало из первого контейнера и что выпало из последнего, ну просто потому что я обрезал видео. Специально не смотрел средину, ну и соответственно сам не знаю, сколько было потрачено, сколько было открыто контейнеров. Но все это я посчитаю после того, как сейчас озвучу видео для вас и буду смотреть его с вами точно так же в первый раз. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Итак, ну как я говорил, первый контейнер я видел, тут ничего интересного. И как я понимаю, сначала было Тимуром куплено 15 контейнеров. Ну, исходя из остатка, который он может сейчас открыть. Пока ничего нет. Пока нет ничего и опять ничего нет. Ну, такое дропается, но я не могу сказать, что исходя из ценника по 1000 голды за каждый контейнер, это достойная компенсация за потраченное золото. Пока ничего такого я для себя не наблюдаю. Потом падает голема по сертификатам на свободный опыт, хотя выпало 28 тысяч один раз, насколько я заметил. Ну и, в принципе, иксы падают. Больше из ценного интересного ничего. Сейчас вообще, блин, на 200 свободки выпали сертификаты. Сертификат на 2300 несколько штук. Опять на 200, 3 штучки. Ну, как-то совсем, совсем скудненько, совсем бедненько. Ну, давай, слушайте, ну уже открыл, получается, сколько? 13 или 12, да, контейнеров открыл и пока ничего нет. Ничего не выпадает. Из первой пачки это сейчас потрачено было 15 тысяч золотом. Слушайте, не так уж и мало, прямо скажем. Ну, было бы неплохо, чтобы хотя бы какая-то восьмерка за 15 косарей выпала. Что дальше? Три контейнера. А, всё, я понял. Три контейнера, потому что было два сертификата в остатке. И получает, ну, я имею в виду, раньше лежало на британскую технику. И опаньки! Ну, пускай шестёрка, но всё-таки Черчилль выпадает МК. Ну, такое себе, прямо скажем. Это суммарно за 18 тысяч золотом на данный момент. Едем дальше. Ещё 10. Я так понимаю, собирается добить как минимум до одного сертификата на танчик Тимур. И... И опять ничего. Ну, будет очень грустно, если он заберёт только в конце из сертификата танчик себе какой-то. Потому что сколько там получается? 30 тысяч голды уже. Ох-тух-тух-тух! Ничего себе! Супер конь выпадает, ребят! Круто! Круто! Супер конь и... Нет, ну, дорого. Для супер коня, конечно, дорого. 30-ка голды за супер коня. Даже со всем, чтобы выпадало, это... Я бы не сказал, что выгодный... Выгодный дроп из контейнеров. Ну? Блин, ну дайте ему ещё один танчик, пожалуйста. Ну, не жадничайте. Два контейнера осталось. Два контейнера. У меня видео до конца уже доходит. Ау! 30-й контейнер. Что, просто сертификат и всё? Нет, будет танк. Будет... Да! Слушайте, ничего... Офигеть, блин! Два супер коня, это 7,5 компенсации и сертификата... Блин, Корнервон Дефендер. Мало. Мало, ребята. Ладно, я пошёл посчитаю быстро калькуляцию и сейчас к вам вернусь. Итак, ребят, я всё посчитал. Короче, суммарно Тимур купил 28 контейнеров, потратил 30 тысяч золота. Получил компенсацию 7,5 тысяч голды за повторно выпавшего супер коня. Таким образом, суммарно с копилки он потратил 22 тысячи пятьсот. Забрал себе Черчилля, которого я оцениваю в две тысячи. Забрал себе Дефендера. И суммарно Дефендер 7 тысяч, Черчилль 2. Ну, пускай 9 тысяч голды. Ну и плюс к тому ещё получается минус 9 тысяч от 22 500. Получается 13 тысяч 500 он отдал за супер коня. И плюс к тому получил кучу всяких сертификатов на свободку. Иксы, ну и всякую мелкую дребедень. Плюс там какой-то камуфляжик выпадал. Но я не сильно на это ведусь и не сильно это считаю в общую калькуляцию. Не знаю, ребят, ваше мнение. Пишите в комментариях, а я скажу своё. В целом, если бы меня спросили и за отсутствием супер коня у меня в ангаре. И других двух тачек. То я бы готов был отдать 13 500 за супер коня. Девятку за вот эти вот машины. В целом, считаю, что открытие довольно неплохое. Как я уже сказал, пишите свои комментарии. И дай вам, боженька, чтобы вам из контейнеров выпадали танчики. А не вы забирали только свободку и всякие иксы. Ну и желательно было бы, чтобы и на меня боженька тоже обратил внимание в этом отношении. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.